Время артобстрела За сутки было зафиксировано 71 нарушение, если брать ночное время, было порядка 12, можно проследить тенденцию того, что ночные обстрелы на сегодняшнюю ночь уменьшились. Но сегодня утром вы уже слышите раскаты грома. Районы города фактически пострадали все. В Буденновске, который очень долго у нас держался, вчера было попадание так называемый химзавод, там завод аэрозольных линий, или как он там правильно называется, украинских аэрозолей, было попадание в цистерну газовую, поврежден газопровод, пострадавших там не было. Основные обстрелы это у нас, как всегда, Петровский, Кубышский, Киевский районы. Также подверглись обстрелам Горловка, Макеевка, Докучаевска. Пострадавшие среди гражданского населения за сутки. Четыре человека убитыми. Распределение по городам получилось-то в Горловке трое, в Донецке один. И девять человек раненными. В Горловке восемь, в Донецке один. Ночью активных действий украинская армия не предпринимала. Они чего-то ждут. Единственное, пытаются устраивать небольшие провокации, но при этом не высовываются со своих окопов. Постреляли, убежали. Нам стало известно о том, что военнослужащие, которые находятся в котле, их попросили дождаться 15-го числа, чтобы они не сдавались, что их будут оттуда вытягивать или в виде ротаций каких-то, или при помощи миссии ОБСЕ. Поэтому сейчас они не сдаются. Что будет сегодня днем, я пока не знаю. Попытки, которые были вчера, я предполагаю, не будут и сегодня. Все-таки вырваться из котла. Потому что они понимают, что без боеприпасов, продуктов питания и горючих смазочных материалов делать там им нечего. Какова судьба будет тех военных, которые останутся в котле после 15-го числа? Я человек некровожадный. Наверное, голодная смерть. Подождите. То есть их обстреливать не будут, но и из котла не выпустят? Да. Ну, извините, а с какой ради мы должны их выпускать? Мы им предоставляем шанс остаться живыми. Это враг. Это реально враг, который пришел на нашу землю. Да, мы будем выполнять взятые на себя обязательства. Но, опять же, мы говорим, если в случае каких-то действий со стороны врага будет на нашем направлении, они будут пресекаться адекватно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова